Миф о нехватке воды. Правда или вымысел? Вода — это уникальное вещество нашей планеты, аналога которого в мире не существует. СМИ всячески преподносят информацию о нехватке воды. Но так ли это на самом деле? Или это ещё один метод манипуляции, чтобы люди существовали в условиях конкуренции потребительского формата мышления, а не в гармонии с собой и окружающим миром? В 1983 году на территории Ливии начались работы по реализации проекта по обеспечению пустыни 6,5 миллионами кубических метров воды в день. Данный проект был назван «Восьмое чудо света» и попал в Книгу рекордов Гиннесса вследствие масштабности самого проекта. На текущий момент проект закрыт на неопределённое время. Возникают вопросы, кому выгодно такое положение дел? Почему проект, который может обеспечить водой всю южную часть африканского континента и решить вопрос недостатка питьевой воды в регионе, был остановлен? Стоит заметить, что в пустыне Сахара в 1960-х годах было обнаружено 4 гигантских подземных водных резервуара – Куфра, Сирт, Марзук, Хамада. В Индии вода загрязнена почти во всех используемых источниках. Вопрос нехватки воды не сдвигается с мёртвой точки, невзирая на различные официальные действия в этом направлении. А расчёты группы по оценке наземных водных ресурсов, согласно которым запасы пресной воды в стране на 66%, а по другим источникам даже на 88%, превышают официально зафиксированные, умалчиваются и не воспринимаются всерьёз. Научная группа из Академии наук Китая проводила изыскания в Торимской впадине, расположенной на западной окраине страны, крайне засушливой местности без вытекающих из неё рек. Здесь вода накапливается на глубине в несколько тысяч метров. Приблизительные данные учёных гласят, что Торимский бассейн содержит в 10 раз больше объёмов воды, чем Великие озёра – крупнейшая группа пресноводных озёр на Земле, то есть речь идёт о триллионе тонн. Подземный водоём в Китае также солёный, но при помощи современной техники воду можно опреснять или использовать в сельскохозяйственных целях. В Бразилии есть двойник реки Амазонки – подземная река Хамзе, длиной 6000 км и шириной 400 км. По предварительным данным, вода реки имеет высокий уровень солёности. Также на континенте находится гигантский водоносный горизонт Гуарани – хранилище возобновляемых грунтовых вод, который снабжает сырьём Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Группа международных геохимиков обнаружила на территории Канады под поверхностью Земли «Океан Архейского периода» возрастом 2,7 миллиарда лет на глубине от 410 до 660 км, объём которого в три раза превышает размеры Мирового океана. И это всего лишь несколько примеров. При объединении научного потенциала учёных всех стран вопрос недостатка водных ресурсов можно решить быстро и в кратчайшие сроки. А люди, озабоченные до этого вопросами выживания в условиях недостатка воды, смогут вздохнуть полной грудью и перенаправить внимание на развитие себя и общества в культурном, нравственном аспектах, что сэкономит не только материальные ресурсы, а в первую очередь время, тот невосполнимый ресурс, использовать который нужно мудро для своего индивидуального духовного развития. Объединение людей — залог выживания человечества. Приглашаем к обсуждению технологий добычи воды учёных и всех заинтересованных лиц, чтобы уже сейчас начинать реализовывать проекты, которые помогут выжить человечеству во время надвигающихся катаклизмов. Подробнее о существующих источниках воды в мире, о климатической ситуации и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Присылайте на почту сайта geocenter.info с пометкой для климат-контроля информацию о климатических изменениях в мире, примерах объединения людей и помощи друг другу в экстремальных климатических ситуациях, а также информацию, которая поможет уже сейчас делать конкретные шаги для предотвращения надвигающейся катастрофы. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.